Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Кирилл Иванюженко, заместитель руководителя управления Федеральной антимонопольной службы Московской области. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня поговорим, какие меры административного воздействия существуют и что чаще всего вы применяете на практике? Действительно интересная тема, на самом деле и достаточно глобальная, потому что в прошлый раз мы говорили о том, что кто и как нарушает, а теперь как мы с этим боремся в плане наказания виновных. Мы не правоохранительные органы, у нас нет возможности там задерживать, привлекать в уголовную ответственность, но у нас есть достаточно эффективные механизмы побуждения к исполнению наших предписаний, к исполнению наших решений органов власти и иных нарушивших субъектов. В том числе, самая часто применяемая, наверное, сейчас, это 14.9 статья. Она именно за нарушение антимонопольного законодательства, то есть она не связана с какими-то действиями, направленными против порядка управления. Она вот именно за проступки, которые орган местного самоуправления самостоятельно устранять не хочет. Ну давайте прям конкретные случаи, чтобы было понятно. В конкретные случаи, например, орган местного самоуправления не провел торги по предоставлению земельного участка в аренду для введения хозяйственной деятельности, неважно, магазин там построить или еще что-то, и предоставил без торгов. Мы это нарушение и фиксируем, дальше идет достаточно длительная процедура выдачи предупреждения. Если добровольно не устраняется, возбуждается дело. В дальнейшем по итогам дела признается нарушение, выдается предписание, отдельная тема побуждения к исполнению предписания, и за сам факт нарушения должностное лицо органа местного самоуправления привлекается к административной ответственности. На первый раз она достаточно небольшая, 15 тысяч рублей. То есть тот, кто либо подписал постановление, как правило, это первое лицо, либо тот, кто подписал договор аренды, ну тут уже чаще всего заместители, на самом деле, руководители, либо главы комитетов каких-то, привлекаются на 15 тысяч рублей на первый раз. За повторное совершение этого же правонарушения привлекается к административной ответственности в виде дисквалификации. То есть уже просто лишают возможности замещать должность государственной гражданской службы на определенный срок, ну как правило, от полугода до трех лет. И такие прецеденты уже есть. Вообще достаточно интересная мера административной ответственности, дисквалификации. По практике единственное, что может хоть как-то стимулировать должностных лиц соблюдать антимонопольное законодательство, и что их как бодрит, наверное, правильно так будет сказать, это вот возможность применения именно дисквалификации. А насколько сложная или легкая эта процедура, и насколько действительно серьезно вот к этому вопросу относятся должностные лица и боятся вот того, о чем вы говорите? Прецеденты у нас идут уже года с 2014-го. Первый, кого мы портвергли дисквалификации вообще в России, даже не на территории Московской области, а вообще в России, правда несколько за иное правонарушение за сговор, это был бывший глава Солнечногорского муниципального района, Панкратов такой был, в арбитражном суде мы эту дисквалификацию судебным решением оформили. Это не 14.9, это не повторность, это был 14.32 статья КАП, это согласованные действия, там тоже с земельными участками было дело, они их, ну позвольте же, организма пилили через муниципальное унитарное предприятие тем лицам, которым это необходимо. То есть сначала там земельный участок на каких-то правах или здании, неважно на самом деле, имущество предоставлялось муниципальному унитарному предприятию, в дальнейшем путем совершения ряда сделок оно передавалось в аренду тому, кому надо. Без проведения торгов, соответственно, без там получения денежных средств бюджета, прочее, 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 прочее. Мы квалифицировали эту схему как сговор, сначала мы ее засилили в суде, потому что это обжаловалось, суд подтвердил законность решения и пошли по процедуре дисквалификации по статье 14.32 путем направления материала в суд. И суд достаточно долго, на самом деле, рассматривал, достаточно интересно, ну, потому что практики нет. То есть, ну, действительно, практики по дисквалификации на тот момент не было, на нас смотрели как, так, может быть, и штрафуем, мы говорим, ну, может быть, конечно, и штрафуем, но это же не окончится. То есть, там штраф по 14.32, он тоже достаточно небольшой, 20 тысяч рублей, вот, понимая просто объемы, да, совершенного правонарушения, то есть, там, куски земли отдавались достаточно весомые, ну, 20 тысяч рублей мы доказывали, ну, это не остановит. То есть, надо создать прецедент, надо показать людям, что вот ты нарушаешь антимонопольное законодательство, ты должен быть готов к тому, что тебя лишат возможности вообще совершать какие-либо действия и занимать должность на государственной гражданской службе. А все-таки вот ответчики до последнего, они были уверены в том, что дело выиграют вот в том конкретном случае? В том конкретном случае, да. Ну, никто не верил просто, что это вообще возможно. Мы дальше уже начали эту тему развивать на самом деле. То есть, мне интересно, что было потом, когда все-таки было оглашено решение, которое вступило в силу, и человек был дисквалифицирован. Тогда было несколько проще, там, он на тот момент уже всего разных причин, ну, в интернете все написано, не занимал должность главы, но вообще, конечно, люди выходили, да, так, достаточно удивленные. И, на самом деле, всегда интереснее работать с людьми, которые еще занимают, я помню, в Дубне был интересный прецедент. На самом деле, разные уровни же судов есть, есть мировые, есть арбитражи. И за разные правонарушения установлена разная судебная подведомственность. Вот, например, за неисполнение предписания. Раньше мы просто штрафовали на 10 тысяч рублей за неисполнение предписания. Сейчас мы тоже имеем возможность направлять материалы на дисквалификацию. Но уже в мировые суды. А в арбитраж мы не можем направлять. Это мировой суд, либо городской. И там все время сталкиваешься с тем, что в арбитраже это просто новая, но уже какая-то сформировавшаяся практика. А там это вот прям совсем все новое. Причем это суды именно там, где эти должностные лица занимают соответствующие должности. И там ситуация, конечно, всегда интереснее. То есть там приходится рассказывать, доказывать, обосновывать. И вот только уже когда ты доводишь просто до каких-то абсурдных вещей и объясняешь, что уже по-другому просто никак, тогда соглашаются. За неисполнение предписания тоже. А на сколько лет можно лишиться занимать соответствующий пост после того, как... До трех лет максимально. Но это уже налоговое следит за исполнением. То есть мы после получения судебного решения направляем эту информацию в налоговую. И как только оно вступает в законную силу, все налоговое тут же... Ну, соответственно, там же у них есть эти тоже все базы, кто кому сколько платит налогов, у кого сколько сотрудников, какие сотрудники, налоговое отсекает, говорит, вот, ребят. Ну и в любом случае в личном деле уже появляется некое пятно, которое при дальнейшем трудоустройстве может сыграть не совсем положительную роль для человека. Ну, я бы сказал, даже, наверное, резко отрицательную. Ну, представляете, вас дисквалифицировали. То есть вас не просто оштрафовали за превышение скорости. Там, ну, вот, вас просто взяли и лишили возможности занимать. Вот, ты настолько гадкое что-то совершил, что уже просто не выходи, не занимайся, не руководи. Вот. И это действительно оказалось достаточно эффективным механизмом. И когда выдаешь предписание, вызываешь на составление протокола, если не исполняют, приходят защитники. Мы говорим, ну, вот, ребят, как к нам спрашивают, какая санкция? Мы говорим, ребят, ну, простая дисквалификация. Вот, и как-то после этого все достаточно быстро крутится, вертится, и предписание исполняется. Насколько все-таки за последнее время увеличилось количество таких дел или уменьшилось? Вот, все-таки прошло шесть лет. Вот, о каком результате можем говорить на сегодняшний момент? Мы не дисквалифицировали никого только в прошлом году. А так, ну, минимум... То есть, в принципе, достаточно простого предупреждения, да? Нет, мы направляем. Мы все равно направляем. Мы все равно направляем. Мы не останавливаемся. Ну, сейчас остановишься, но уже вот, если уж начало, надо продолжать. Вот. Но направляем, естественно, не всех и не всегда. То есть, там должна быть некая совокупность этих чающих. Ну, потому что арбитражи те же самые. Они говорят, окей, ребят, мы все понимаем, не исполнили предписание, либо договорились, но дайте нам отехчающее. Ну, потому что это все-таки некая санкция, которая выше административного штрафа. А чтобы назначить что-то большое, что-то глобальное, в любом случае, нужны отехчающие. Вот. Если говорить про неисполнение предписания, ну, это, например, неоднократное неисполнение предписания. То есть, с первого неисполнения предписания, конечно, мы в суд не направим. Какие еще рычаги воздействия есть у федеральной антимонопольной службы на сегодняшний день? Вот административные, выдача предписания обязательного для исполнения. Опять же, за неисполнение установлены административные ответственности. Мы можем идти в суд с требованием об отмене каких-либо актов, в том числе принятых там на уровне законодательного органа. Не Госдума, конечно, на уровне субъекта, либо муниципального образования. И, в общем-то, наверное, все. Также мы можем взаимодействовать, ну, уже в рабочем порядке, да, и направлять материалы в следственные органы, органы внутреннего правопорядка, которые по нашим материалам уже будут отрабатывать какие-то свои уголовные составы. Например, если это вопрос касается картеля, сговор хозяйствующих субъектов с целью ограничения конкуренции, ну, самое очевидное, самое простое, это 44-й федеральный закон, когда выходит несколько хозяйствующих субъектов с собой никак не связанных, ну, кроме вот умысла, да, ограничить конкуренцию. И дальше начинается уже реализовываться там схема, там, таран, когда один просто проходит на максимальное снижение, а второй остается практически на начале, потом он отказывается, и победивший, да, с максимальным снижением отказывается, и все возвращаются к цене фактически начальной. Либо это какие-то иные способы, например, торги с одного IP-адреса, но сейчас-то тоже редкость, но встречается. Сидят хозяйствующие субъекты конкуренты, там же нельзя видеть предложение каждого отдельного, и вот они координируют свои действия с целью создания мнимой некой такой конкуренции, ну, фактически понимая, что там снижение будет, ну, полтора процента, там, 0,5 процентов от начальной максимальной цены. Мы сами квалификацию дать как уголовного нарушения не можем, это 178 статья уголовного кодекса, но имея вот какой-то набор, и наше решение о том, что это картель, мы этот картель установили, доказали, например, отработали в судах, хотя и до этого мы можем направлять, мы направляем это в органы внутреннего правопорядка, в прокуратуру, в МВД, там, в следственные комитеты, и они уже в рамках своей компетенции принимают решение при наличии достаточных оснований, как минимум там должен быть ущерб. Либо сумма торгов, там, 50 миллионов минимум, и они привлекают к административной ответственности, и такие дела уже есть по 178 статье. Я бы не сказал, что их много, но это тоже некий такой инструмент, скорее, мотивационный. То есть, если раньше за это просто был предусмотрен штраф оборотный, то сейчас там, ну, реально первое лицо могут посадить и достаточно надолго. Вот, как минимум, там, это год-два хозяйствующих субъектов. Ну, все, где есть практика, это уже совершенно другое отношение со стороны хозяйствующих субъектов, потому что они более детально понимают всю ответственность. То есть, одно дело, когда тебе предусмотрен административный штраф или предупреждение, да, и совершенно другое, когда это уже, ну, более сложное. Если ты рискуешь, да, ну, конечно, всегда вот так оно должно оставаться, останавливать, да. Можно ли сегодня говорить о том, что благодаря деятельности Федеральной антимонопольной службы прозрачность деятельности хозяйствующих субъектов стала выше? Я думаю, прозрачность... И чище. И чище, и проще для них же, и законней, и со стороны органов власти, на самом деле, мы видим тот же самый тренд. Это же наша цель в последнее время не наказывать, мы, наоборот, пытаемся предупреждать и развивать. Мы участвуем там в национальных планах по развитию конкуренции, мы участвуем в рабочих группах, мы даем предложения, это сейчас не только про Московскую область, это, естественно, про всю Россию. Мы даем предложения, как мы видим, например, улучшение инвестиционного климата, улучшение возможности проведения торгов. Там тот же самый тренд на перевод торгов в электронную форму. То есть, нет, задача у ФАСа просто наказывать, штрафовать, закрывать деятельность, дисквалифицировать. То есть, это совсем о другом история? Это история о другом, и более того, это исключительные случаи. Ну, действительно, вот тех же самых дисквалификаций в год, но их и десяти не наберется, вот, которые мы направляем, например. А нарушений-то их действительно больше. Их действительно больше. Другой вопрос, что они быстрее справляются, и, ну, мы видим такой некий тренд уже скорее на то, что они совершаются по неопытности. Вот, это такие, вот, чего-то глобального, как раньше, там, какие-то страшные сговоры, да, и вот там, письма о том, что с этим договор не заключайте, с этим заключайте. Вот такого в последнее время почти нет. Вот, раньше, конечно, это было по-другому, ну, и специфика работы антимонопольного органа была несколько иная. Там действительно он был больше контролирующий и, ну, неправильно сказать, карающий. Вот, но изменения в законодательство антимонопольное, они были направлены именно на внесение больше, вот, функций карающих. Та же самая дисквалификация, там, та же самая 178-я Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть, вот эта стадия прошла, сейчас это стало, все поняли, что проще работать честно, открыто, и оно выгода-то больше приносит. Те же самые электронные торги, да, когда ты даешь человеку из любой точки России возможность торговаться и купить земельный участок в Московской области, при том, не совершая каких-то безумных действий по заполнению огромного количества документов, направление их почты, либо там из Хантамансийска долететь в Московскую область, чтобы подать заявку. Ну, понятно же, что круг больше. Вот, и мы это видим, и мы видим это на примере итоговых стоимостей торгов, которые вырастают там, ну, из того, что вот просто держится в голове, там, старт был где-то 400 тысяч, выросло до 5-6 миллионов. Не помню точную цифру, но где-то вот там она, ну, то есть, ну, это показатель, раньше такого не было, конечно. Еще один вопрос, который хотелось бы сегодня обсудить, это ликвидация гупов и мупов. Как происходит эта процедура и какие нарушения чаще всего вы фиксируете? Это тоже новая веха в развитии антимонопольного законодательства. И почему, собственно, меняется вот форма, с чем это связано, на ваш взгляд? Это связано с тем, что они становятся ненужны. Мы достаточно давно говорим о том, что гупы, мупы – это некий, ну, неправильно сказать, атовизм, но, скорее, избыточное звено в экономике. Они получают необоснованные преференции, ну, как минимум, им возможно передать муниципальное имущество без проведения торгов просто в хозведение. И при том ты не платишь аренду. То есть, это, как минимум, минус накладные расходы. Потом, опять же, где-то еще все равно сидит, что государственно – это значит лучше. Вот, то есть, уже вот тоже, да, там какой-то свой приток. А реально они всегда не показывают свою эффективность. Поэтому мы все время и достаточно долго и упорно рассказывали, что надо их с конкурентных рынков, с тех рынков, где достаточное количество хозяйствующих субъектов, которые могут ничуть не хуже, иногда и лучше, оказывать соответствующую деятельность, их надо выводить. Ну, вот самый яркий пример – это в году 2015 мы начали эту работу. Еще до того, как был взят курс на принятие федерального закона и внесение изменений в 135-й, мы с Министерством потребительского рынка решили, что мы с рынка оказания ритуальных услуг берем все муниципальные унитарные предприятия. И к 2019 году мы этой цели достигли, это был достаточно большой объемный труд. Там и Министерство свои предложения и свои достаточно большие усилия прилагало, и мы там в рамках выдачи предупреждений, предписаний, рассмотрений дела над этим работали. Как показалось, вот за 4 года количество хозяйствующих субъектов выросло почти в 2 раза. Там с более чем 300 хозяйствующих субъектов и около сотни мупов было там в 2015 году. И вот в 2019 мупов почти не осталось, те, что остались, они в процессе реорганизации находились. А хозяйствующих субъектов стало почти 600. Ну, то есть вот он, пример очень простой, там за 4 года хозяйствующих субъектов выросло почти в 2 раза. А хозяйствующий субъект это что? Это опять же охват, это конкуренция, значит это качество. Ну, потому что чем бороться, кроме качества, цены, да? Это налоги. Доход. Да, это налоги, это то, чем мы обосновывали вот эту задумку, в том числе перед коллегами из муниципалитетов. Мы говорим, ребят, ну вот простой пример, у вас есть муп, он ничего же не платит. Он только забирает деньги, как бы, и закрывает рынок. А так у вас там на месте одного мупа появится 10 хозяйствующих субъектов, каждый из которых будет платить вам налоги. Вот опять же брать у вас там в аренду имущество, создавать рабочие места, ну вот куда ни посмотреть, это исключительно позитивная вещь. И нас в прошлом году поддержали в конце декабря 2019 года на уровне Государственной Думы, у нас это в смысле антимонопольную службу. И приняли закон, в соответствии с которым до 1 января 2025 года, за исключением отдельных сфер, ну это как правило социалка, это там где конкуренции в принципе нет и не может быть. Это там сферы связанные с наркотическими веществами, вот там вот мупы, гупы, они могут остаться. Там опять же естественные монополии, тоже нет возражений. А со всех остальных конкурентных рынков мупы и гупы должны быть просто ликвидированы, убраны. И не заниматься там тем, чем в принципе ничуть не хуже занимаются частные компании. Вот, и это отрадно, это не готов сказать, что находило прям везде и всегда поддержку. Вот, но этот закон приняли и сейчас вот мы с этим живем. Это большой достаточно пласт работы, который необходимо сделать. Это огромный пласт работы. И еще продолжаете вы с этим работать. Мы с этим продолжаем работать. Мы сейчас во взаимодействии с налоговой службой, раз в квартал отслеживаем создание гупов и мупов. И их ликвидацию тоже. С Министерством имущественных отношений мы проработали план и доложили этот план в ФАС России. В части касающейся того, что вот в соответствии с нашим планом в таком-то количестве, там вот раз, ежегодно будут сокращаться количество муниципальных и государственных унитарных предприятий. Более того, там за создание унитарных предприятий предусмотрены соответствующие санкции. Мы это контролируем. Мы вправе выходить в суды, выдавать соответствующие документы, направленные на то, чтобы предписание, направленные на то, чтобы ликвидировали это унитарное предприятие, если оно создано на конкурентном рынке. Опять же, не каждое, да, тоже надо понимать. И вот эта глобальная работа, она продолжается. Ну, я думаю, она до 2025 года будет идти только интенсивнее с каждым днем. Потому что, опять же, ну, соблазн создать мук-то велик. Вот. Там другая проблема иногда возникает в части совмещения функций хозяйствующего субъекта и органов власти. Потому что не только же унитарные предприятия есть, есть бюджетные, есть казенные. И иногда органы власти несколько лукавят. И, скажем так, в бюджетном учреждении дают им несвойственные функции хозяйствующего субъекта. Например, не знаю, на рынке оказания ритуальных услуг. С одной стороны, они создают МБУ, наделяя их своими полномочиями по организации ритуальных услуг. Ну, что в силу закона положено. То есть, он для этого и создается в бюджетном учреждении, чтобы шлять отдельные властные полномочия. Там, по выдаче справок, да, захоронения, по распределению мест на кладбищах. И докидывает туда еще возможность ведения хозяйственной деятельности. Ну, теперь внимание, вопрос. Лицо, которое получило возможность выдавать родственникам, да, в непростой ситуации. Там, земельные участки под захоронение и соответствующие справки, в том числе разрешение на захоронение. И одновременно у него же есть возможность свои услуги продавать. Ну, неужели оно этим не воспользуется и скажет, ну, у меня не берите, берите вот там. Ну, понятно, начинаются перегибы на местах, там, у нас не возьмете, значит, мы дадим вам где-нибудь вот в канаве. Ну, я утрирую, да, абсолютно утрирую, но вот это так. С этим тоже боремся по мере силы возможностей. Это не только на ритуальных. Это вот, в принципе, такая некая, пока еще не глобальная история, но тоже, которую мы вот где-то вот там у себя держим и контролируем. Ну, главное, чтобы вся эта история приносила положительные моменты и была только в плюс. Ну, это уже вот в моменте мы не посмотрим. Там это вот, ну, действительно, только вот рынок ритуальных услуг, которые мы там за 5-6 лет, да, вот начинали мониторить и избавляться. Вот прирост в два раза показал там за 5-6 лет. Ну, я думаю, до 2025-го мы должны показать, ну, минимум такой же прирост во всех остальных сферах. Спасибо, Кирилл, за интересную беседу. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Специальное интервью». Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Продолжение следует...